Кризис 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 Это просто означает, что десятки процентов, если не в разы, уже в ближайшие месяцы упадет покупательная способность населения Вот вам бизнес в этих тисках с трех сторон Выше налоги, дороже кредиты, меньше рынок Народ просто будет меньше покупать Просто понимаете, другого варианта у экономики, кроме как заваливаться с бешеной скоростью, нет Причем, что нас может спасти от ревизии? Ну, нет никаких, если раньше основной идеей были иностранные инвестиции Ну, видите, капитал продолжает утекать Вот сейчас свежий прогноз, там, больше 130 миллиардов отток капитала в этом году Хотя все время раньше правительственные экономисты выходили и говорили, нет, нет, вот скоро сменится приток Что такое отток капитала? Это значит, наши деньги утекают Это не то, что вот какие-то пришли иностранцы, которые забирают, уже все забрали Это значит, что наши деньги просто вывозятся, потому что люди реально не доверяют этой системе, не доверяют нашей стране, не доверяют нашим властям и так далее Вот, что еще может спасти? Мы, ну, там, я ничего не ждал от Путина Ну, вот у него было две возможности Вот 4 декабря он выступал своим посланием в Федеральном собрании И вот была у него 18-го пресс-конференция У него было две возможности рассказать людям свой план А что в этой ситуации делать? На минуточку, это самая сложная ситуация экономическая за последние 20 лет с момента развала Советского Союза Потому что, еще раз, кризис 98-го и кризис 2008-го, они были тяжелые, но они были по всем условиям преодолимые Вот у него был шанс выйти, сказать свой план, успокоить людей Раз, два, три, четыре, пять, я знаю, что делать Как из этой всей страшной экономической ситуации выбираться Вместо этого какие-то шуточки, какие-то прибавуточки Какой-то там тысячелетний экскурс, значит, в сакральную историю Я даже не хочу вот эту тему обсуждать, уже все постебались Но люди ждали от него реального плана экономических мер А он выступил по экономике, там, в лучшем случае с какими-то половинчатыми идеями Типа, там, трехлетних каникул Это вот еще раз, обсуждать сейчас трехлетние каникулы по проверкам для малого бизнеса Это вот все равно, что когда у вас объявили воздушную тревогу Ваш город сейчас будет бомбить, там, вражеская авиация Вы в этот момент обсуждаете, там, проблему велодорожек, например Вот это такого примерно уровня сравнения Поэтому это вот ключевой момент, который, конечно же, сейчас во всех вселяет неуверенность Это то, что у власти явно нет плана И там они даже не пытаются придумать какой-то серьезный набор мер Для того, чтобы из этой тяжелой ситуации выйти Все катится по наклонной инерционной плоскости Ну, значит, вот эти тенденции негативные, о которых я говорил Они будут только в ближайшие месяцы развиваться Вот теперь пару слов о том, что можно было бы сделать в этой ситуации И здесь надо сначала понять, а в чем проблемы И вот у нас, собственно, сегодня такие три основные кризиса Которые тянут эту ситуацию все вниз Первый, конечно, самый, на мой взгляд, горячий Это кризис финансирования, который связан с санкциями И связан с тем, что пересох ручеек западных кредитов У нас об этой проблеме вообще как-то не говорили в последние годы Я так понял, что много людей о ней не знают А история состоит в следующем Что наши компании и банки Назанимали огромное количество кредитов за рубежом На пике, вот 1 июля этого года Это было 660 миллиардов долларов Это, грубо говоря, в нынешней оценке Ну, это, считайте, половина нашего ВВП И 10 лет назад это было всего 100 миллиардов То есть за это десятилетие Вот так сильно вырос этот корпоративный внешний долг Это в основном, конечно, перед западными банками Собственно, это был один из источников финансирования Развития нашей экономики И вот того, что у нас там что-то улучшалось Но проблема в чем Что как только мы начали вот эту всю историю с Крымом и с Украиной Это даже еще до летних санкций Которые были вот в июле введены после сбития самолета Уже весной очень многие западные банки Стали ограничивать российских заемщиков Потому что они начали переоценивать риск по России так глобально Они видят, что что-то не то происходит Что всерьез правительство западных стран заговорили о санкциях Только ну их на всякий случай этих русских Давайте вот им просто больше давать ничего не будем А значительная часть вот этого долга Который наши компании и банки набрали Она довольно краткосрочная То есть его надо все время отдавать Для этого они рефинансировались То есть брали на Западе же новые займы Сейчас у них этой возможности нет И мало того, что не на что финансировать новые проекты Но надо и старые займы отдавать А отдавать нечем новых денег на Западе никто не дает Мы попытались сунуться в Китай И на азиатские рынки для того, чтобы заместить вот это выбывшее западное финансирование Ничего из этого не вышло Потому что это следовало ожидать Это не Бинон, Ньютон, а там все, кто маломайский это понимает Сразу говорили Китайская финансовая система Она, во-первых, сильно меньше То есть, скажем, она там Примерно в 4 раза по активам меньше, чем американская И там примерно в 3 меньше, чем европейская Во-вторых, она не настроена на то, чтобы вот так вот раздавать деньги Направо-налево каким-то внешним игрокам Китайская финансовая система настроена исключительно на поддержку своей экономики На аккредитование внутреннего китайского рынка И на аккредитование китайских экспортеров Так действовать, как западные банки, которые просто дают взаймы кому-то Но они даже не умеют Они просто риск не умеют оценивать Они когда слышат займ в Россию Ой, да у вас же там все плохо Да у вас там экономика падает Мы просто ничего не знаем Лучше давать вам ничего не будем В итоге мы сейчас четко поняли, что они ничего нам давать не хотят и не будут И вот все эти розовые надежды на то, что Китай заместит западное финансирование Но они оказались все напрасными И в итоге вот что давит сейчас больше всего на рубль На рубль давит спрос компаний и банков на валюту Которым надо отдавать эти иностранные займы, номинированные в валюте Вот 30 миллиардов надо отдать только в декабре В следующем году оценка где-то примерно там 106-110 миллиардов долларов Нужно отдать внешних долгов из того портфеля, который накопили Это и Роснефть, и Госбанки и так далее Вот собственно что можно делать, чтобы... Это вот то, что обваливает рубль сейчас Потому что нужна валюта для того, чтобы долги отдавать А ее взять негде Так вот это же простая история Значительная часть этих долгов Это накоплено нашими всеми этими государственными монополиями Которые накупили разных активов, на которых они сейчас сидят как собака на сене Пусть они их продадут Вот зачем? Вот условно говоря, вот Сечен, мы сейчас все расплачиваемся И Центробанк проводит денежную эмиссию, чтобы Роснефть спасти Все это расплата за то, что Роснефть купила ТНК БП Нафига я это было делать? Пусть, грубо говоря, отдаст ее обратно, продаст на рынок Тем более, если, например, пойти по пути распродажи активов наших государственных монополий То можно сформировать конкурентную среду Много перевозочных компаний в железных дорогах Намного больше более мелких и средних нефтяных компаний в нефтянке Вот как, скажем, посмотрите на американский рынок Там с тех пор, как сто лет назад они раздолбали рокфеллеровскую стандарт-ойл В Америке нет ни одной доминирующей нефтяной компании Там много разных, очень высокая конкуренция Они толкутся между собой Поэтому у них, вот Путин 4 июня на комиссии по ТЭК президентской Жаловался, что вот в Америке энергоресурсы сейчас дешевле, чем в России Вы можете себе представить? Электроэнергия и газ действительно в отдельные моменты на рынке дешевле, чем в России, в Штатах Вот что конкуренция животворящая делает Поэтому за счет распродажи активов всех этих госкомпаний и госбанков Можно решить долговую проблему очень быстро И можно сформировать конкурентную среду, которая просто нашу экономику очень сильно приподнимет Цены снизятся, снизятся издержки у нашего бизнеса, у наших производителей И появится дополнительный источник роста Вторая история – это бюджетный кризис, связанный с падением цен на нефть Но все ждут проблем, потому что понятно, что нефть – это наш основной источник дохода и так далее Очень просто, давайте посмотрим, что в бюджете можно резать Ну, коллеги, там почти 3 триллиона расходов на безопасность и правоохранительную деятельность Безопасность, которой у нас нет Посмотрите, где Россия находится в международных рейтингах преступности Мы в одном ряду с худшими странами Латинской Америки, Африки и так далее Про нашу полицию все знают Про наши спецслужбы тоже все известно Что они охраняют государство в основном, а гражданам, если что, обратиться некуда Вот на это мы тратим 3 триллиона Не, ребят, так не пойдет Давайте это сокращать Вторая история – военные расходы Рост более 30% в бюджете 2015 года заложен Ну, слушайте, вот то, что мы втягиваем себя в конфронтационный режим Все для фронта, все для победы Вот проблемы, вот напряжение, все из этого Вопрос первый Может быть, эту политику надо как-то пересмотреть Вопрос второй Я лично абсолютно поддерживаю идею перевооружения нашей армии Нам нужно новое современное вооружение Вопрос-то в том Вот посмотрите путинское послание от 4 декабря Он там внимательно говорил Что вот наш оборонно-промышленный комплекс Он что-то там мутит с ценами Там цены вырастают на оборонзаказ Там до момента сдачи всей этой техники в вооружении Там в 4, в 5 и даже в 11 раз Я извиняюсь, опять же, к вопросу конкуренции А кто настроил монополий в оборонно-промышленном комплексе? Даже при Сталине понимали важность конкуренции Между разными КБ и между разными производителями Их сталкивали лбами, чтобы стимулировать их поиск лучших решений И производство наиболее эффективной, наиболее дешевой техники и вооружений Сейчас при Путине настроили всех этих объединенных корпораций Которые нам продают теперь историю Что 5 успешных пусков из 10 Это на самом деле хорошо Потому что у вас другой ракеты все равно нет и не будет Вот у вас других производителей оборонной продукции для вас нету Вот ешьте, что дают Вот это результат его политики монополизации всего и вся В данном случае в оборонном комплексе У него с этим боролся Сердюков Хоть как-то, да, при всем том, что при всей коррупции своей Но он пытался жестко давить их по издержкам Его за это выгнали, съели И теперь мы получаем историю Когда за больше денег меньше вооружений новых в армии Вот это результат путинской политики монополизации всего и вся В бюджете есть что резать Тот же триллион с лишним на содержание чиновничества По нормативам количество чиновников на 100 тысяч жителей И Россия ходит в одном из мировых чемпионов Там есть что резать Поэтому, на мой взгляд, падение цен на нефть в этой ситуации до 60 долларов для России Даже до 40 Совершенно не катастрофичное Потому что мы накопили вот этот жирок абсолютно бездельников Непроизводительных сотрудников Вот государственных всяких структур, монополий и так далее Всех их надо на биржу труда Это квалифицированные, образованные рабочие руки Которые заместят нам всех этих замечательных мигрантов из Средней Азии Которые якобы без них мы не можем жить Вот, пожалуйста, ребят Скажем, в РЖД работает миллион человек народу По всем меркам международных железнодорожных компаний По обороту, по объему перевозок Там должно работать 200-300 тысяч человек А не миллион Вот этот миллион пусть идет на улицу И пусть идет там ищет себе работу Вот у нас все эти разговоры, что у нас дефицит рабочей силы Все это там сразу исчезнет И третий кризис Это кризис общего доверия к политике власти Что инвесторы бегут У нас ограничен доступ инвесторов частных в стратегические отрасли Только госмонополии там могут У нас все уже боятся, потому что Ну вот новости об арестах Там был Евтушенков, сейчас там владелец группы ПИК Там и так далее Просто чуть ли не каждый день новости там и так далее Надо запретить силовым структурам в принципе Приближаться к частным компаниям, частным бизнесменам Есть какие-то подозрения в мошенничестве Противозаконных действиях ущерба Подавайте гражданские иски в суд Вводите там какие-то моменты, связанные с обеспечением Никаких арестов, никаких вот этих вот масок, шоу, врывания там офисы Должен быть просто полный мораторий на это введен Должен быть абсолютно введен мораторий на повышение налогов И налоги нужно обратно снижать Надо отыграть все эти повышения, которые у нас фронтально производились Начиная с 2010 года Как я уже сказал, в бюджете есть откуда взять деньги Для того, чтобы все это сократить Вот такой нехитрый план Распродажа активов госмонополий Создание конкурентной среды Сокращение ненужных расходов бюджета на полицейщину Демонополизация ВПК И снижение стоимости оборонзаказа Привлечение инвесторов Удаление силовиков вообще из всей экономической нашей истории И чтобы они не могли вот так вот ходить И произвольно уголовные дела Там заводить, арестовывать кого-то Заниматься рэкетом Вот это вся элементарная такая программа Которая лежит на поверхности Которая просто должна развернуть наш экономический курс Например, в какую-то сторону Когда реально пойдут инвестиции И появится доверие Уйдет этот предпринимательский страх А что там государство чего-то выкинет На мой взгляд, это элементарная антикризисная программа Которую просто уже жизнь диктует Необходимо реализовывать было вчера Вот пару слов о том Что, собственно, будет сейчас происходить Ну, я думаю, что вы прекрасно понимаете Что у нас один человек принимает ключевые решения Ну и в том числе и по экономической политике в стране Это Путин Вот он два раза в течение декабря Имел возможность так подробно высказаться О том, что он думает Основная мысль, она понятна Путин успокоен тем, что у нас номинально на бумаге Есть больше 400 миллиардов долларов Золотовалютных резервов Центробанка Он считает Вот его эта цифра Она на него действует просто как такое снотворное Такое, как кто-то написал там в интернете Каргокульт Вот он носится Он везде повторяет эту цифру Что раз у нас эти резервы То проблем быть не должно Значит, давайте я вам объясню Во-первых, про эти резервы Что это уже совсем не та история О которой можно было еще несколько лет назад говорить Во-первых, в этих резервах значительная доля неликвидов То есть процентов 15 То есть порядка 50 миллиардов долларов Это неликвидные вещи Типа золота или резервные позиции в МВФ То есть вот их на рынок не выбросишь С ними надо возюкаться еще Чтобы что-то из этого получилось Дальше из оставшихся там Меньше 400 миллиардов Грубо говоря, половина Это не резервы Центробанка А это учитываемые в их составе деньги правительства Вот тот самый резервный фонд И фонд национального благосостояния Их не так много Их там 170 миллиардов долларов Из них значительная часть Уже зарезервирована Под какие-то проекты Там всяких наших госкорпораций Там Росатом, дороги и так далее Остальное сейчас раздадут Я считаю, что уже в ближайшие несколько месяцев Причем на бумаге они в балансе останутся Но как предполагается это делать Та же Роснефть Или тот же Новотек Они хотят выпустить 10-15 летние облигации И эти облигации должны выкупить За счет средств фонда национального благосостояния Это значит, что Они сейчас получат денежки Вот эти резервные Быстро их отдадут Либо в счет погашения долга Как Роснефть Либо в счет закупки Какого-то оборудования в Корее Как Новотек Для проекта Ямал-СПГ На балансе это будет числиться В фонде национального благосостояния Но номинальный срок погашения этих бумаг Будет 2030 год Вот ищи с вещей этих денег Они уйдут за границу И вы их больше не увидите Хотя на бумаге они будут Вот что такое это резервы правительства В сегодняшнем виде Остается где-то 150-170 миллиардов долларов Чисто валютных резервов Которые находятся в распоряжении Центробанка Он может ими пользоваться Играя на бирже Но это уже настолько мало Что это не может спасать рубль Мы это видели в последние несколько недель Вот я просто приведу вам одну цифру Когда был кризис 2008 года В период с 1 августа 2008 по 1 января 2009 Центробанк потратил там 182 или 183 Больше 180 миллиардов долларов Сжигал их на бирже для того Чтобы поддержать рубль Не удалось Рубль все равно рухнул Примерно этим же он занимался В течение последнего года Когда больше 100 миллиардов долларов Сожгли все-таки резервы Вот они настолько уменьшились Поэтому это совершенно не та сумма Которую рубль можно защитить И Путин эту историю очень сильно переоценивает Но вот его Он разогнал вокруг себя всех Мало-мальских каких-то весомых фигур Которые могли говорить ему нет Поэтому вокруг него всякие там Подхалимые лизоблюды Которые вот его приходят и успокаивают Типа Владимир Владимирович там не бойтесь Пока у нас вот есть резервы А вот там все сейчас говорят А вот типа Роснефть же не выходила на биржу с этими долларами Дело не в Роснефти Дело в том, что вот 20 лет на этот механизм Такой тупой денежной эмиссии Было наложено просто табу Потому что все помнят гиперинфляцию Начало 90-х годов и чем это кончается И все ждали Вот в этой сложной денежной ситуации Когда огромные долги корпоративного сектора Запад денег больше не дает и не даст Даже если санкции отменят Имейте в виду Западные банкирии уже обожглись об Россию Они знают, что от Путина можно ожидать всего И если даже будет формальная отмена санкций Например, следующим летом против России Это совершенно не значит, что к нам хлынет кредитный поток Скорее всего ничего не хлынет Потому что все боятся, что опять могут возникнуть Какие-то политические проблемы Так вот, собственно говоря, просто все знают, что денег нет Все участники рынка видят, что Китай ничего не дал Единственный способ решить эту проблему Это начать печатать деньги Вот все сидели и ждали Когда же будет политическое решение начать эту эмиссию Вот оно наступило Ну все все поняли Дураков здесь нет Раз это сделали один раз для одного своего близкого человечка Сечин Ну все прекрасно понимают, что табу снято Ящик Пандоры уже открыт Сейчас это пойдет одному, второму, третьему Я не знаю, кто там, Якунин Банки закредитованы у нас тоже Вот, значит, пошли там Механизм один раз опробовали Значит, будет тиражироваться Поэтому рухнуло доверие к рублю Не потому, что механически кто-то взял и с этими рублями Вышел на биржу Нет Вопрос просто в том, что люди уже поняли, что будет эмиссия Значит, надо запасаться валютой Просто других вариантов нет Иначе, как только вот каждый эмиссионный транш на рынок выбрасывается Сразу будет скачок Вот, поэтому, соответственно, я, к сожалению, думаю, что вот из посланий и выступлений Путина можно сделать очень простой вывод Он не понимает всей сложности экономической ситуации, которая с нами случилась Он убаюкан вот той, в общем, мифической, несуществующей цифрой резервов Которая для человека, не посвященного в экономике, кажется большой А на самом деле я вам только что рассказал, почему она не такая огромная Делать он серьезного ничего не настроен Вот у него была развилка Либо объявить какую-то деберализацию Либо сказать уже Все, мы там мобилизационную экономику строим Война, мы со всем миром в конфронтации Закрываем границу Печатаем деньги, вкладываем их в тяжелую промышленность Он не сказал ни того, ни другого Гарарди и Ламыш Ну, значит, никаких решительных шагов по выходу из вот этой вот тяжелого кризиса Который мы говорим, да Он не предложил А проблемы остаются А решать их других способов нет Как вот уже начали эту эмиссию, да Поэтому, ну, что здесь стоит ждать То есть, мы видим, что просто никаких реальных признаков политической воли Прежде всего первого лица Совершать шаги по системному исправлению ситуации нет Он успокоен пока вот этими большими цифрами резервов, да Которые номинально только есть на бумаге Я думаю, что его ждет очень тяжелое пробуждение от этого резервного похмелья Потому что станет ясно буквально в ближайшие 3-4 месяца Что те резервы, на которые он рассчитывает, реально на поддержку экономики не смогут пойти А с другой стороны, мы видим, что уже пошло очень серьезное сокращение покупательной способности населения Потому что цены растут Потому что все сидит, весь потребительский рынок сидит на импорте Понятное дело, что это будет, еще раз, от десятков процентов до нескольких раз Это будет сокращение реальной покупательной способности каждой российской семьи В буквально несколько ближайших месяцев Плюс рубль, его ничего не спасет Он может отпрыгивать как-то назад И чуть-чуть даже дорожать временами к доллару и евро Но доверия к этой валюте уже фундаментального нет Потому что под ней нет никакой базовой подложки Собственно говоря, мы не генерируем Наша экономика не генерирует достаточного денежного потока, чтобы обеспечить рубль Мы сидели на внешних кредитах Нам их больше не дадут, Китай отказался нас спасать Поэтому там отдельный разговор о прогнозах, что будет Но я вижу, что вот эта экономическая ситуация Она просто сваливается сейчас в такое свободное падение То есть у экономистов пошли открытые разговоры Что вместо стокфляции, вместо нулевого роста Будет уже большое падение в следующем году Надо приготовиться пристегнуть ремни И бизнесменам, конечно, стоит готовиться к тому Что будет сжиматься рынок, дорожать кредиты На фоне роста налогов, ну вот Сами, к сожалению, можете себе представить Какая перспектива вас ждет Что касается политических последствий этого Это отдельный большой разговор Но я скажу коротко Вспомните период 2008-2011 годов Когда пошел в 2008 кризис Постепенно накапливались трудности Накапливалось раздражение от того, что власть уже не может Так эффективно себя демонстрировать, как прежде Пошли большие митинги по стране От Калининграда до Владивостока в разных местах Резко пошли падать результаты Единой России на региональных выборах Вот кульминацию этого всего мы наблюдали зимой Когда в 2011 году были выборы Госдумы И последующие протесты Я думаю, что русский человек долго запрягает Но потом быстро ездит У нас политический народ просыпается к большим федеральным выборам Следующие такие выборы, это выборы Госдумы в 2016 году Я думаю, что вот это напряжение будет намного быстрее нарастать сейчас Чем в период 2008-2011 годов И власти, конечно, свои политические позиции будут защищать Через два года на думских выборах очень сложно Но, еще раз, не думайте, что все это как-то будет быстро обвально происходить У нас народ и политика очень инерционны Еще раз, мы долго запрягаем Но, с другой стороны, вот нет никакого другого направления движения У всего этого вектора И, безусловно, то, что сейчас резко обвалится От покупательной способности уровень жизни граждан Ну, конечно, никак хорошо на рейтингах власти это сказаться не может Так что этот процесс может быть не очень быстрый Но он очень верный У него нет никакого другого направления Продолжение следует...